Добрый день, приветствую всех гостей и подписчиков моего канала в этот теплый солнечный день 6 июля 2020 года в моем небольшом на уютном саду в городе Астрахань. Сегодня провожу третий полив и третью подкормку плодовых деревьев в саду. До этого поливал и подкармливал в мае и в июне соответственно. Видео об этом вы можете посмотреть у меня на канале. Обычно я совмещаю подкормку с поливом, но в некоторых случаях провожу полив отдельно. Такое было всего один раз в этом году. Чем характерна подкормка и полив именно в июле? Ну, во-первых, подкормка это последнее с применением азотистых удобрений. После этого в почву будет вноситься только калий и фосфор, соответственно суперфосфат и сульфат калия. По опыту прошлых лет я понял, что азот в почву после середины июля или после 1 августа лучше не вносить. Поэтому хотел бы предостеречь всех садоводов-любителей от внесения в почву азотистых удобрений в середине июля или после 1 августа. Подкармливать буду фертикой весна-лето, вот она видите перед вами. Но это будет последняя подкормка этим комплексным удобрением. Далее буду вносить, как говорил уже ранее, отдельно калий и фосфор. Ну в общем ничего нового, по старой практике 2 столовые ложки на дно дерева. Итак, мы разложили удобрения. А теперь аккуратно присыпаем эти места, не забывая одновременно оставить маленький холмик над корневой шейкой. Итак, все готово к поливу. Мы установили конец шланга в пол-литровую банку. С этим способом я вас уже знакомил. Вот пошла вода потихонечку. То есть мы кладем шланг в банку для того, чтобы не размывать корневой слой. И соответственно вода не доходит вот до места, где у нас холмик над корневой шейкой. Мы сохраняем это место сухим. Таким образом вода должна достичь до глубины примерно 80 сантиметров 1 метра. Это так называемый глубокий полив, который обязательно надо осуществлять один раз в месяц. То есть не давать поверхностно 2-3 ведра, но здесь примерно должно уйти около 60-70 литров на одно плодовое дерево. В таком случае мы доставляем все питательные вещества до мелких корешков. Дерево, которое находится опять же на глубине 80 сантиметров 1 метр. В среднем на дно дерева у нас уходит около 50 минут 1 часа. Если напор воды будет очень слабый, вот как сейчас. В течение полива я буду переставлять шланг в другие лунки, затем возвращать на место. Так буду делать 3-4 раза. Вот прошло примерно 10 минут, я переставляю шланг в другую лунку. Сегодня я избрал следующий метод полива для удобства. 15 деревьев, которые я намереваюсь сегодня полить, я разбил на пятерки. Вот смотрите, это моя первая пятерка, которую я сейчас поливаю. Это раз, это два, это три, это четыре, это пять. То есть я по мере заполнения лунки перекладываю шланг в другую лунку. И таким образом прогоняю по кругу, ну, наверное, 5-6 раз. В течение трех часов примерно я полью эти пять деревьев, ну, может, чуть дольше. Затем придет очередь очередных пяти деревьев, ну, и потом еще пять. Таким образом, вот 15 деревьев я намереваюсь полить, ну, в течение ночи это точно. Таким образом, на полив пяти деревьев у меня уйдет около трех часов, ну, и остальные десять деревьев еще шесть часов. Таким образом, полив займет около девяти часов. Ну, и остальные деревья в саду я постараюсь полить и подкормить в течение двух последующих дней. Таким образом, на полив и подкорм пусада у меня уйдет три, это минимум, максимум четыре дня. Конечно, вы можете спросить, почему нельзя дать воду в течение суток или хотя бы двух суток. Ну, в этом случае напор будет сильный, и мелкие корешки деревьев не получат той влаги, которую получили бы, если напор сделать более слабый. Напору, поэтому даю влагу капитально, то есть, чтобы именно мелкие корни получили воду. Осуществляю клубок и полив. Вот таким образом, у меня полив затягивается, ну, на трое-четверо соток, полив всего сада, в котором, я напоминаю, растут, ну, более 50 плодовых деревьев. Продолжается наш полив уже половина одиннадцатого вечера, а мы по-прежнему поливаем пять деревьев. Ту самую первую пятерку, которую я определил для полива. Ну, хотелось бы отметить особенность полива в летнее время. Конечно же, необходимо поливать вечером или ночью. Это самое лучшее время для полива. Старайтесь никогда не поливать днем. Особенно в обед и сразу после обеда. То есть, под палящими лучами солнца поливать нельзя, ни в коем случае. Итак, у нас уже почти одиннадцать вечера, и мы наконец-то закончили поливать первую пятерку. Первым признаком завершения полива является то, что вода уже так быстро не уходит. Видите, она немного стоит. Соответственно, дерево насытилось влагой, и мы можем спокойно переходить к очередной пятерке. Итак, показываю очередную пятерку плодовых деревьев, которую мы сейчас будем поливать. Все деревья у меня растут очень кучно, поэтому очень удобно поливать. Видите, как они рядом расположены? Вот буквально я стою, и все деревья у меня примерно в диаметре одного метра. Итак, начинаем полив очередной пятерки. Время у нас 23.00. К двум часам ночи мы должны полить вот эти пять деревьев. Вы, наверное, спросите, почему так долго, но я вам уже объяснял, потому что я даю воду небольшим напором. Итак, время 2.08. Политы очередные пять деревьев из второй пятерки. Деревья получили хорошую влагу. Вот даже вот вода стоит еще пока. Переходим к следующей пятерке. Итак, наша очередная, но уже не пятерка, а четверка. Здесь прямо рядом в радиусе одного метра четыре дерева. Груша, черешня, яблони и вишни. Вот так вот кучно растут у меня деревья. Ну, вы уже привыкли к этому. Итак, у нас время начала третьего, и мы начинаем полив очередной четверки. Начинаем с черешни. Но, по всей видимости, закончим полив примерно около пяти часов утра. У нас уже рассвело. Как раз мы закончили полив этих четырех деревьев к пяти часам утра. Вот вода уже стоит, видите. То есть деревья получили влагу хорошую. Таким образом, эти четыре плодовых дерева поливались ровно три часа. Ну, а это результат нашего ночного полива. Итак, подведем итог. В течение ночи мы полили 14 плодовых деревьев методикой глубокого полива. Эта методика глубокого полива хороша тем, что влага доставляется к мельчайшим корешкам, расположенным на глубине до одного метра. Если видео вам было полезным, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. А на этом я заканчиваю свое видео. Оставшиеся деревья я буду поливать дальше этой же методикой полива. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.